Девушки отдыхают Девушки отдыхают Гостей и участников ждут мастер-классы, экскурсии и круглые столы Мы готовы рассказать и показать все самое интересное, что будет проходить на форуме Ну что, поехали? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Они выступают как инструмент сохранения национальной идентичности, культуры и самобытности народов, традиций каждого человека На языках коренных народов в мире говорят 4% населения планеты Эксперты считают, что процессы глобализации могут привести к исчезновению в 21 веке более 90% мирового языкового разнообразия Сохранение языка, фольклора коренных народов в цифровую эпоху выполнимая задача Пройдет Арктик и ищет разные способы сохранения языков коренных народов Об одном из них мы сейчас узнаем Здравствуйте Паша Олан Расскажите, чем вы занимаетесь? Мы изучаем разные народы, которые проживают на многонациональной территории нашей России Узнаем их традиции, ознакомимся с их традиционным костюмом и как они приветствуют на своем языке Это хакасы Найди, пожалуйста, в таблице, где они проживают А теперь покажи на карте Абакан Как они приветствуют? Изэ Замечательно А мы по-мансийски здороваемся, Паша, Олан Ты запомнил? Прошу Замечательно Ты справился со своей задачей Виктория Борисовна, расскажите, пожалуйста, о проекте «Таланты Арктики. Дети» Наш проект замечательный, потому что в рамках этого проекта собираются совершенно уникальные, талантливые, энергичные дети Из девяти регионов арктических Талантам Арктики уже два года В этом году мы будем свой проект насыщать еще направлением телевидения и наука Поэтому было бы интересно нам и каких-то ваших корреспондентов тоже пригласить на проект Давайте, может быть, мы объявим конкурс Сказка о благодарности, которая основана на каком-то национальном фольклоре Я думаю, что будет всем детям интересно узнать, какие у них корни, на каком фольклоре они растят, воспитываются и на чем основывается язык, потому что каждый ребенок талантлив На телеканале «Егра» есть программа «Егорика» Она популяризирует языки коренных народов Севера Мы используем разные способы для того, чтобы ребята хорошо запоминали слова Например, берем театральных героев и обязательно они становятся участниками наших программ И, конечно, самое главное, учителя – это представители коренных народов Севера, уважаемые старшие люди Запоминать слова помогает в том числе и мультфильм Я сейчас попрошу наших инкоров, они мне помогут Смотри, вот это олень Мы можем с тобой сделать короткий мультик с оленем Олень по-мансийски называется салы, повторяйся Вот если ты его сейчас сделаешь несколько движений оленя, то ты точно запомнишь, как он называется Попробуем, как двигается, давай Ножки у него двигаются, да? У нас с тобой получится настоящий мультфильм Пробежал кто теперь миска в сау? Вот как просто можно сделать маленький мультфильм Присоединимся, пожалуйста, и посмотрим еще один проект Он дает возможность для того, чтобы исполнить детские мечты Вуша-вуша, здравствуйте! Меня зовут Вероника Я Ханты Я сейчас поздоровалась с вами на хантыском языке А вы на каком можете поздороваться со мной? Вы на дороге Давайте Тоже здравствуйте А вы? Ну, я могу на русском, на турецком, например Я к шамлар Это добрый вечер, правда, у нас сейчас утро Ну, а на каком еще я могу постановаться? А на коми Видяо, ладно, бурасов Ань, здорово На русском Здравствуйте Давайте я вас научу здороваться на хантыском языке Этого нам и не хватало, кстати Повторяйте Здравствуйте Вуша-вуша 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 Хорошо Теперь можно задавать вопросы Игорь Вячеславович Почему именно Югра была выбрана регионом В котором проходит и стартует год языков коренных народов? Потому что именно на Югре есть что показать Как сохраняются традиции, обычаи И, что очень важно, языки коренных народов, проживающих в Российской Федерации Во многом Югра является передовиком Именно они формируют вот тот тренд и новые методики сохранения языков Которые находятся под угрозой Поэтому вы на Югре, потому что вы такие молодцы А вот как бы эти слова прозвучали на хантыйском языке Мум Югра Мувевен Мэтт Тайлю Муй Ванхтады Худаяма Возпсев Ис вольпсев Хайс Номсты Номсад Мулан Номсев На форуме каждый участник, ученик Отправляемся на мастер-класс для преподавателей родных языков Почему ребенок вдруг делается двуязычным? Он может быть двуязычным, потому что его родители говорят на разных языках Или в семье говорят на одном языке А в окружении они говорят на другом языке Как сделать изучение второго языка интересным? Для этого нужно опираться на мотивацию, свойственную каждому возрасту Например, для дошкольников очень важно, чтобы это была игровая наглядная ситуация Например, они едят яблоко Я тоже хочу есть яблоко Розовый хомяк говорит Фиолетовый, голубой, пустите меня есть яблоко Значит, у нас очень простые ситуации Такие, которые как будто из повседневной жизни Но мы их рассказываем в такой волшебной, театральной, сказочной манере Вот эти приемы театрализации, конечно, можно осуществлять в любом возрасте Потому что очень важно, когда мы обучаем второму языку, чтобы это было осмысленно Мария Кузьминична, какое место занимает педагог в жизни человека? Педагог – это учитель Педагог, который питает душу и сердце человека Это очень значительный такой человек Сюда входят папы, мамы, бабушки, дедушки И учителя, конечно, которые специально получили образование Это и воспитатели детских садиков, куда мы ребятишек приводим Конечно, они через педагогов, через этих главных людей Мы узнаем про жизнь Педагогический стаж 45 лет Сама я учитель по образованию Окончила Ленинградский институт имени Герцена Факультет начального образования, ныне институт детства И вся моя жизнь связана с изучением именно родного нганасанского языка На сегодняшний день я являюсь основоположником Нганасанской письменности, автором первого нганасанского букваря Который вышел в 1999 году Язык невозможен без культуры, так как и культура невозможна без языка Для того, чтобы вы слышали звучание нганасанского языка Я хочу прочитать небольшое статворение Ниганапта сядем тангиля, мол, кунины база тангу Ниганапта кирибаби, немантанум татуруту Ниганапта мазам тангиля, кунины хуэты барарунган Куничены небит тангу Нигля сядем тангиля, мол, тангей, кангюченганапта Вуша, Вуша, откуда вы приехали? В Петявола Здравствуй, я приехала на форум с Нижневартовского района Вы учитель? Да, я учитель хантейского языка Меня зовут Прасина Светлана Федоровна Я научусь сегодня вас говорить на хантейском языке Давайте познакомимся Скажите вот так, как я говорю Мя-не-мя-мя-света Моё имя Света Какие методики вы используете на ваших уроках? Я работаю над проектом по теме воспитания патриотизма у учащихся Через обычаи и традиции башкирского народа Для того, чтобы заинтересовать детей, я использую эффективные методы и приемы обучения родному языку Здесь, можно сказать, привязывание к шесту подарков Этот прием очень интересный по-своему Объясняю, что издавна наши предки, когда начинали большие и значимые дела, говорили пожелания на благополучный исход дела Если считать самого низа, то примерно 100 метров На форуме мы познакомились с интересными людьми, которые поделились своим опытом сохранения языков куриных народов России А мы, в свою очередь, провели в них экскурсию по археопарку Мероприятие очень интересное, мероприятие очень нужно В 2019 год Организация Объединенных Наций объявлена Годом языков коренных народов И в рамках всех этих мероприятий в Хантамансийске собрались коренные и малочисленные народы Мы общались, мы делились, мы делились своими проблемами, мы делились своим опытом Это очень интересное, важное и значимое мероприятие И вообще, сам Хантамансийск очень гостеприимный город Такими были эти дни Встретимся в студии программы Твое ТВ Присылайте свои киношки, мувики, демики Ролики, фото Пустите нам инфо И ты можешь стать нашим спецкором Внести свой вклад в сохранение языков коренных народов Пока! Паем, Балату! Субтитры подогнал «Симон»